Выполнено исследование компьютерной томографии головы с реформатированием в трех плоскостях и реконструкциями в объеме. Участков цитотоксического отека, геморрагического пропитывания, внутримозговых суб и эпидуральный гематом, объемных образований, кистозно-атрофических участков в веществе головного мозга не определяется. Граница между серым и белым веществом выражена отчетливо. Базальные ядра, наружная и внутренняя капсула дифференцируются без признаков дислокационных синдромов, вклининий. Выявлена экстракраниальная гематома в мягких тканях теменной и затылочной области с обеих сторон, шириной вдоль 0,6 см. Центральные ликварные пространства мозга, боковые желудочки минимально равномерно расширены, не деформированы. Ширина третьего желудочка 0,5 см, четвертый желудочек не расширен. Субарахноидальные ликварные пространства диффузно расширены в области височных и меньше лобных вдалей с обеих сторон. Турецкое седло не расширено. Переднее с задним размером 0,8 см с агиттальной плоскостью по средней линии. Гипофиз находится по центру гипофизарной ямки, выглядит атрофично. Позвоночные артерии обысвестлены с обеих сторон при входе в череп. Базилярная артерия без особенностей. Внутренние сонные мозговая часть артерии у турецкого седла СМА с обеих сторон не расширены, не кальцинированы. Синусу ТМО без патологии. Признаки этмоидита с обеих сторон, утолщение слизистой оболочки. Пневматизация ячеек сосцевидного отростка не снижена с обеих сторон. Внутренний слуховой проход слева и справа не расширен, симметричен. Со стороны костной ткани травматических деструктивных изменений не выявлено. Экстракраниальная гематома мягких тканей затылочно-теменной области. Умеренно выраженное расширение наружных липорных пространств. Больше в области височной лобной доли с обеих сторон. Обызвестление позвоночных артерий интракраниальной части. Признаки катарального этмоидита.